Сейчас, вне зависимости от возраста, можно очень быстро исцелять своё тело, обновлять на клеточном уровне, выглядеть моложе, выглядеть, глаза как будто начнут светиться по-другому. Здесь что самое главное? Осознание, что целительная энергия, она вокруг вас есть, вы и есть эта энергия, она уже сквозь вас проходит. Не только на этом процессе сейчас, но и в любой момент по запросу. Как только вы начинаете эту энергию призывать, без борьбы, без какой-либо тревоги, вы сначала принимаете то, что с вами происходит, и дальше вы настраиваетесь на целительный поток. Что-то исцеляется чуть дольше, что-то чуть быстрее, что-то может вам скажут, что это очень долго исцелять, оно будет вот так одномоментно исцеляться, только от вашего сознания. Пять причин, почему люди приходят в нашу жизнь не случайно. Люди появляются в твоей жизни с определенной целью. Некоторые люди – это мосты, они не предназначены для долгого пути. Некоторые люди – это преграды и указатели, они приходят, чтобы задержать тебя, будь то в мелочах или в важных вещах. Некоторые люди – это задания и учителя, они приходят, чтобы преподать тебе важные жизненные уроки через боль, которая сделает тебя сильнее. Некоторые люди – это ангелы, они здесь, чтобы защитить тебя, заботиться о тебе и сохранять безопасность, словно хранители. Некоторые люди – это твое племя, те, кто останется с тобой надолго. Таких людей немного, но именно они будут верны тебе в трудные и радостные моменты. Напишите «да», если согласны, что люди не просто так приходят в нашу жизнь. Предательство от самого близкого от себя человека. Выяснять ничего не надо. Что, почему? Все это случилось, это постфактур. И не важно, что человек при этом думал, и какую цель он преследовал. Совершенно не важно. Это случилось. Принять эти обстоятельства. Или простить, или перешагнуть, или просто вычеркнуть из жизни. Все. Если человек один раз привел предо второй раз, это однозначно. Это как руку поднял, он поднимет еще второй раз. Поэтому это вопрос к себе, как ты хочешь жить. Ты готов, чтобы тебя еще и еще и еще раз придавали. Живи с этим. Это твой выбор. Я пробовала прощать. Я натыкалась на мужа. Это опыт жизни. Поэтому для меня надо вычеркнуть. Чтобы сохранить свою молодость, нужно работать со своим мышлением. Чем меньше вы находитесь в напряжении, в тревожности, в страхах, в стрессе, тем больше вы находитесь в спокойствии, в радости. И, соответственно, это сказывается на вашем самочувствии, на здоровье, на психосоматике. И логично, что это сказывается и на изнашиваемости органов. Если органы не изнашиваются, значит, они дольше остаются здоровы. И, значит, вы больше будете находиться в красивом, здоровом теле. И молодость рядом. Вот в Англии ребенок учится, и у него, например, очень хорошо английский язык идет, и очень плохо математика. И, например, в России ребенок учится, у него очень хорошо идет английский и плохо математика. В России что сделают? Они наймут репетитора по математике. В Англии что сделают? Они наймут репетитора по английскому, чтобы усилить то, что в нем и так сильно. Вот в этом ложном проживании мы стремимся заполнить в себе пустые места. Но из реального ты понимаешь, что во мне уже есть сила. И мне нужно усилить именно это. А ты знаешь, что такое карма? Как переводится слово карма? Вообще откуда оно взялось? Как? Карма – это слово, которое с санскрита. Да. Переводится как действие. И если говорить на пальцах, что такое карма, то, как ты сейчас живешь, это плоды тех действий, которые ты делал в прошлом. Тех семян, которые ты сажал. Мне люди говорят, слушай, ну если я так уже живу сейчас, потому что я это раньше сделал, ну мне какая разница, что могу исправить? Я говорю, ребят, очень важно. Если вы этот закон понимаете, то каждый день, когда вы сегодня что-то делаете, вы сажаете свои кармические семена будущего, вашей будущей жизни. Я вдруг, когда это понял, я честно, по секрету, ангелом не стал. Но я точно стал более ответственно относиться каждому действию, которое я делаю сегодня. Это...